Басенка Крылова с разъяснением с последующим. Очень актуальная басенка в свете последних событий, как коронавирусных, так и этих мятежей и прочего. Называется он «Мору зверей». Лютейший бич небес, гроза природы мор, свирепствует в лесах. Уныли звери, в ад распахнулись на стеж двери, смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор, везде разметанное ее свирепство жертвы, неумолимое, как сено косит их. А те, которые в живых, смерть, видя на носу, чуть бродят полумертвы, перевернул совсем их страх. Те звери, да не те в великих столь бедах. Не давит волковец и смирен, как монах, да в куром мир леса постится в подземелье, им еда на ум не идет. С голубкой голубь в рост живет, любви в помине больше нет, а без любви какой уж веселий. Всю пору на совет зверей взывает лев. Тащаться шаг за шаг, чуть держаться в них уши. Сбрелись и в тишине царя кругом обсев, уставили глаза и навострили уши. О, други, начал лев, по множеству грехов подпали мы под сильный гнев богов. Так тот из нас, кто всех виновен более, пускай по доброй воле себя отдаст на жертву им. Быть может, что богам мы этим угодим, и теплое усердие нашей веры смягчит жестокость гнева их. Кому неведомо из вас, друзей моих, что добровольный жерт таких бывали многие в истории примеры. Итак, смирив свой дух, пусть исповедует здесь всякий вслух, в чем погрешил, когда он вольно или невольно. Покаемся, друзья. Ох, признаюсь, хоть это мне и больно, неправ и я. Овечек бедненький, за что? Совсем безвинно, дирал бесчинно. А иногда, кто без греха, случалось, драл и пастуха. И в жертву предаюсь охотно. Но лучше бы нам сперва всем вместе перечесть свои грехи. На ком их боли есть, того бы в жертву и принести. Было бы богам то более угодно. О, царь, наш добрый царь, от лишней доброты, лисица говорит, в грех это ставишь ты. Коль робкой совести во всем мы станем слушать, так придет нам пропасть от голода в конец. К тому же наш отец, поверь, что это честь большая для овец, когда ты их изволишь кушать. А что до пастухов, мы все здесь бьем челом, их чаще так учить. И им это по делам. Без хвоста этот род одно лишь спесью дышит и нашими себя везде царями пишет. Закончила лиса, за ней на тот же лад листицы льву тоже говорят. И каждый доказать спешит на перехват, что не в чем даже льву просить и отпущения. За львом медведь и тигр и волки в свой черед во весь народ поведали свои смиренно прегрешения. Но их безбожных самых дел никто и шевелить не смел. И все, кто были тут богаты или когтем, или зубком, те вышли вон со всех сторон не то, что правы, чуть не святы. Свой ряд смиренный вол им так мычит. И мы грешны. Лет пять тому, когда зимой нам кормы были худы, на грех меня лукавый натолкнул. Ни у кого себе найти не мог шисуды, из стога у папайя клок сенца стянул. При сих словах поднялся шум и толки. Кричат медведи, тигры, волки. Смотри, злодей какой! Чужое сено есть! Ну, делали, что боги за беззаконие и его к нам столько строги. Его бесчинника с рогатой головой его принесть богам за все его проказы, чтобы и тела нам спасть, и нравы от заразы. Так по его грехам у нас и мор такой приговорили, и на костер вала взвалили. И в людях так же говорят. Кто посмирней, так тот и виноват. Да? Как вот в Америке, да? Сейчас вот, получилось. Ну, чё, мошенничество с ипотекой, там, блин, всякие эти финансовые пузыри. Люди миллионами обездоленные. Понимаешь? Ну, вот главный злодей, понимаешь, обывателю. Вот он, блин, фальшивым чеком на 20 баксов, блин, расплатился. Задушить его коленкой. Еще же бы не смели, блин, бунтовать из-за этого. Подумаешь, какое дело. Понимаешь? Вот, главный негодяй нашелся. Как раз и мор у нас. Показательно, познавательно. Нет, скажем, что, блин, там, вол в отличие от этого негра работал, а не только сено пытался с чужих стогов стянуть. Но тут мы можем сказать, что вол жил при феодализме. Тогда рабочее место тебе было, блин, прям при рождении обеспечено. Значит, на всю жизнь. Вот и до. А в случае с негром, тут еще ты пойди, найди барина, которому ты в рабство продашься на 8 часов в день. Еще одна басенка Тарича Крылова, остро актуальная в свете этих американских событий. Называется «Пестрые овцы». Лев Пестрых не взлюбил овец. Их просто бы ему перевести нетрудно. Но это было бы неправосудно. Он не затем в лесах носил венец, чтобы подданных лушить, но им давать расправу. А видеть Пеструю овцу терпения нет. Как сбыть их и сберечь свою на свете славу? И вот к себе завет медведя он с лисою на совет. И им за тайну открывает, что, видя Пеструю овцу, он всякий раз глазами целый день страдает. И чтоб придет, ему совсем лишится глаз. И как такой беде помочь, совсем не знает. Всесильный лев, сказал на супися медведь, почему тут много разговоров? Вели без долгих взборов овец передушить, кому об них жалеть. Лисаж, увидевши, что лев нахмурил брови, смиренно говорит. Вот царь, наш добрый царь, ты верно запретишь гнать эту бедную тварь и не велишь пролить невинной крови. Осмелюсь я иной совет произнести. Дай повеление ты луга им отвезти, где бы был обильный корм для маток и где бы поскакать, попрыгать для ягняток. А так как в пастухах у нас здесь недостаток, то прикажи овец волкам пасти. Не знаю, как-то мне сдается, что рот их сам собой переведется. А между тем, пускай блаженствуют о ней, и что бы ни случись, ты будешь в стране. Лисица мнение в совете силу взяла. И так удачно в ход пошло. Что, наконец, не только пестрых там овец, и гладких стало мало. Какие же зверей пошли про это толки. Что лев бы и хорош, да и все злодеи волки. Это вот, как понимаешь, строй хороший, просто вот менты, понимаешь, пидарасы, какие-то фашисты пролезли. Понимаешь? Так капитализм ни при чем.